Слава нашему Господу, дорогие друзья! Еще наберемся терпения, послушаем еще проповедь, и желание моего сердца поговорить с вами сегодня о Божьей любви, и не только о Божьей любви, но и нашей ответственности к Богу, перед Богом. В Матфея, 22 главе, 36 стиха, зачитаю такие слова, где один законник, учитель, грамотный человек обратился к Господу с такими словами и говорит, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот это наибольшая заповедь, дорогие друзья, что возлюбить Господа Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением. И вторая она подобная ей, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Из этих слов Христа мы видим, что любить – это основное повеление от Бога. И таким образом, любить – это наша ответственность, самая наибольшая. От повеления любить зависит исполнение всего закона Божьего, потому что любовь – это исполнение закона. Значит, чтобы нам исполнить закон, мы можем его исполнить, если будем иметь любовь. Римлянам 13.10. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь – это исполнение закона. Христос также объясняет, кто есть ближний через притчу в Евангелии от Луки, 10 глава. Я не буду ее зачитывать, я напомню своими словами. «Из Иерусалима в Ерехон и шел дорогою один человек, и он попался разбойникам. Эти разбойники избили его, оставили чуть живым и бросили его. Но когда и шел тою дорогою священник, он взглянул на него и прошел мимо. Написано, тою дорогою и шел, и Левит также подошел, посмотрел на него и прошел мимо, идя дальше. Может, он подумал, кто-то, пусть другой поможет этому человеку. Я иду на служение, чтобы не опоздать, чтобы важное дело сделать. Но когда проходил некто самарянин, он нашел на него, он увидел его в нужде, нуждающемся, он остановился, он все ему сделал, он омыл раны, оказал всю услугу, посадил на осла, привез в гостиницу, заплатил его и договорился с содержателем гостиницы. Если что больше издержишь, я заплачу тебе. И Христос говорит, как ты думаешь, кто был ближним этому человеку? Ему ответили, оказавшие ему милость. Да, дорогие друзья, в чем нуждается человек в нас? Мы должны поступать с теми людьми, так, как Писание нам говорит. Но, дорогие друзья, в Писании говорится и такое место. Помышление сердца человеческое, зло от юности его. Это написано в Бытье 8, 21. Очень важно понимать, что если мы научимся любить, то мы не сможем, если мы не научимся любить, то мы не сможем и прощать. А непрощение – это есть грех. Матфея 6, 14, 15, где Христос говорит такие слова, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит согрешений ваших». Дорогие друзья, часто мы молимся этой молитвой и говорим, «Господи, прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. Но если мы не прощаем, дорогие друзья, то мы согрешаем». Мы более склонны, дорогие друзья, осуждать других, нежели смотреть самих на себя. Это наш эгоизм всегда оправдывает нас, а обвиняет других. Давайте посмотрим, например, из Священного Писания, «Как любит нас Христос». Это будет описано Атеана в 8 главе, прочитаю с 7 стиха. Это речь идет о женщине, взятой в прелюбодеянии. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле, дорогие друзья, это люди, которые привели к Иисусу Христу, и они хотели искусить Его, и говорят, «Вот так в законе написано, что вот так мы должны поступать с теми людьми, кто нарушает заповеди». Но Он сказал, «Дорогие друзья, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» И Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Здесь мы видим, дорогие друзья, как Христос обличил во грехе и обвинителей, и женщину. Но сказал это Он с любовью, не обвиняя и не судя. Он показал выход, говоря, «Иди и впредь не греши». Но мы не всегда так поступаем, дорогие друзья. Есть желание осудить. Проблема в том, что человеческими осуждениями без любви невозможно достигнуть результата. Луки 15, 21. Здесь говорится о блудном сыне. Я зачитаю эту притчу. «Когда он вернулся к отцу, сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Дорогие друзья, говоря о любви Бога к нам, мы не имеем права давать людям ложные надежды, что всех Бог милует, независимо, грешит ли ты или нет. В этих двух историях мы явно видим покаяние как в женщине, так и в блудном сыне. Искреннее покаяние и осознание своего греха пред Христом есть условия милости Божией. Матфея 7,21 «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца моего Небесного, многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Есть много мест, дорогие друзья, в Священном Писании, где Бог предупреждает о наказании грешников, поэтому неразумно и очень опасно не замечать нашу ответственность за свою жизнь. Надо быть очень внимательны как к самим себе, так и по отношению к другим. По милости Божией, мы не оставлены в неведении в этих вопросах. Бог оставил нам в Своем Слове конкретные советы, как нужно поступать, чтобы получить милость Божию. Я прочитаю Калостяна 3, 3 глава с 5 стиха, где апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сыновопротивление, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Здесь мы видим, дорогие друзья, очень радикальное и жесткое повеление. «Умертвите земные члены ваши». И идет перечисление и открытых, и явных грехов, которые нужно убрать из жизни. И далее следует не менее жесткое предупреждение, за который гнев Божий грядет на тех, кто противится Божию повелению. Человек, дорогие друзья, не может даже именоваться христианином, если он погряз в этих грехах. Бог на таких людей гневается, и это грешники, они не могут рассчитывать на любовь Божию. Колоссянам в 3 главе с 8 и 9 стих прочитаю. «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречия, сквернословия уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». И в этих словах, в этих стихах мы видим повеление «отложите». В греческом переводе Павел использует слово, которое означает «снять одежду». «Вы снимите одежду». То есть идет не просто отодвинуть так недалеко, а о том, что нужно сбросить с себя. Что мы должны сбросить и более не прикасаться. Здесь перечисляются грехи языка. А ранее я зачитывал о грехах плоти. Но это не просто грехи языка. Как говорит Библия, от избытка сердца говорят уста. Все, что в нашем сердце, дорогие друзья, это проявляется через наши уста. Это и есть проявление нашей злой сущности. Если вы хотите узнать, является человек христианином или нет, то посмотрите на него в какой-то сложной ситуации, как он себя ведет. К примеру, если человека оскорбили или обидели, как правило, невозрожденный человек ответит гневными словами. Если человек, который называет себя христианином, ведет себя так же, проявляя гнев, то он не может быть христианином. Павел так и говорит, совлекшись делами ветхого человека, другими словами, иметь дела не христианина, а дела любого грешника. Колоссянам 3 глава с 10 стиха по 15 прочитаю. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Итак, облегитесь». Еще раз Павел заостряет внимание, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиреномудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет, какую жалобу, как Христос простил вас, так и вы, более же всего, облегитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Здесь слово говорит нам, дорогие друзья, облегитесь, то есть наденьте одежду на себя. Какую одежду? Одежду избранных Божиих. Милосердие, благость, смиреномудрее, кротость, долготерпение. Но какими силами мы можем это исполнить? Своими человеческими усилиями, нет, конечно. У человека нет сил на это. Эта сила есть только у Христа. Когда Христос прощает человека, Бог дает ему свою благодать и наше упование только на нашего Бога. Прочитаю кремлянам с 5 главы, 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым данным нам. Любовь Божия излилась в сердца наши, христиан, христиан, Духом Святым данным нам. И эту любовь уже ни на что не променяешь. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Дорогие друзья, смотрите, какую любовь дал нам Господь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это самое ценное, что есть в этом мире. И нам Бог дает сердце, способное любить и прощать. То есть мы получаем такую возможность и способность, но как мы распорядимся этой возможностью, зависит это от самих нас. Я прочитаю 1 Коринфянам, 13 главу, с 1 по 3 стих, где апостол Павел пишет и говорит о любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Дорогие друзья, видим, какая сильная вера, имею все тайны, имею всякое познание, так что и горы могу переставлять. Не имея любви, человек ничтожен. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Здесь Господь говорит нам о тех делах, которые не сопровождаются любовью. Бог прославляется не количеством добрых дел, а тем, с каким сердцем мы это делаем. И вообще, как мы живем каждый день, каждый час, каждую минуту. 1 Коринфянам 13 глава, прочитаю ниже 4 стих и по 8. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Вот видим, дорогие друзья, любовь, она никогда не перестает. Хотя все прекратится, и пророчества, и знания упразднятся, но любовь никогда не перестает. Бог хочет, чтобы мы, живя святой жизнью, свидетельствовали не какими-то грандиозными заслугами или подвигами, а ежедневно, ежечасно, просто проявляли в себе любовь, то есть самого Христа. 13.13, 1 Коринфянам, «А теперь пребывают сие три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Почему больше, дорогие друзья? Потому что она, любовь сопровождает, потому что она является результатом нашей веры и надежды. «Кто любит, тот исполнил Божию волю». Я подведу такой итог о прочитанной проповеди здесь. Христос нам показал пример своей любви, умер за нас на кресте, чтобы дать нам новое сердце, в котором живет любовь. Бог не оставил нас в неведении и дает в Своем Слове все инструкции, которые мы должны делать. «Благодатью Божией мы не только получили прощение, но и способность любить». Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью, это написано Галатом, 5 глава, 6 стих. «Любить – это наша наибольшая ответственность, более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства». Колоссянам 3, 14. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Это Христос говорит от Иоанна, 15, 9. И мы, дорогие друзья, должны бодроствовать, должны пребывать в Божьей любви, должны нести ответственность за свою жизнь, как мы проводим дни жизни, как мы поступаем, как мы ходим перед Господом. Мы здесь в собрании все хорошие, слушаем это слово, но когда мы выходим из этого дома, как мы проводим жизнь нашу, где Иисус Христос говорит «Вы – свет миру, вы – соль земли». Дорогие друзья, чтобы нам быть светом миру, чтобы люди, видя нас, могли сказать «Это христиане, несущий свет». Перед нами молитва, дорогие друзья, и мы будем благодарить нашего Господа за этот день, что Он благословил, что даровал выслушать Слово Его, что послал это благоприятное время, нас никто не гонит, мы свободно можем прийти, прославить Его, возвеличить Его, и в этой молитве попросим благословения, чтобы Господь благословил на эту неделю наступающую, и добрый ангел-хранитель сопровождал нас, где бы мы ни находились, в доме ли, в дороге, на работе, чтобы нам нести свет людям, и мы преклоним колено, прославим нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok